МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проекция из онлайн продолжает свою работу в прямом эфире в студии Дмитрия Шакурова. Здравствуйте! В Санкт-Петербурге готовится к чину великого священия Крестовоздвиженский храм, или иначе, спас на каменке. Первая божественная литургия в нем состоялась в праздник воздвижения честного и изжитворящего Креста Господня, а завтра прихожане во главе с архиереем будут в молитвах просить о Божьем благословении храма сего. На связь с нами выходит Глеб Ильинский, наш корреспондент Северной столицы, и мы надеемся получить более подробную информацию об этом приходе и предстоящем событии. Глеб, добрый день! Да, добрый день, Дмитрий! Очень рад нашей возможности рассказать вам о таком действительно важном событии. Да, несколько слов о предстоящем празднице, о участниках, и что еще ждет тех, кто придет на этот праздник? Ну, действительно, всех, кто придет на этот праздник, ожидают просто действительно великое событие и чин освящения храма и литургию возглавит наш митрополит, митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский и Варсонофий. О том, что будет и о самом спасе на каменке, почему он так называется, я хочу спросить нашего главного гостя в сегодняшнем эфире, Вячеслав Адамович Заренков, президент фонда «Созидающий мир». Здравствуйте, Вячеслав Адамович! Добрый день, добрый день, добрый день, уважаемые зрители! Действительно, сегодня такой праздник очень знаменательный. Мы только что присутствовали на освящении поклонного креста на Карповке у женского монастыря Иоанна Кронштадтского, а завтра мы будем с вами присутствовать. Я приглашаю всех прийти туда. Это историческое событие. Будет освящение храма, воздвижение креста Господня, животворящего креста Господнего. Этот храм построен в довольно короткие сроки, где-то полтора, чуть побольше года. И он является, что тоже самое знаменательное, является чистым близнецом такого же храма, построенного на Кипре. На Кипре два года назад мы осветили и открыли храм в честь всех русских святых Андрея Первозванного. И по этому же проекту, по одинаковому проекту, мы построили храм сегодня на Каменке. И завтра будет открытие. Так что приглашаю вас всех к открытиям. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Анатольевич, а вот сколько людей... Ну, храм, который был построен, такой временный храм, он не мог вместить вообще никого. То есть очень мало людей, прихожан. А вот этот храм, сколько в него могут... По нормативу он рассчитан на 860 человек. Ну, вместиться, может, в 1000-1200 человек, если плотненько друг к другу стоять будут. Это довольно большое количество человек, но там уже место, намоленное место, и там уже состоявшийся такой приход. Там уже постоянные посетители, постоянные прихожане, которые ходят постоянно, каждый день. Ведь не просто так вот организовать приход. Это очень сложный такой процесс, и он организовывается длительное время. Вот там уже организован процесс. И там, когда идут службы, вот в маленьком этом деревянном храме, конечно же, там тесно. И многие люди стоят на улице, стоят там вокруг храма. Сегодня все могут там вместиться в этом замечательном храме. Спасибо большое, Вячеслав Анатольевич. У нас в эфире был президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Анатольевич Заренков. Мы же с вами прощаемся. Спасибо вам большое. Дмитрий, есть ли еще какие-то вопросы ко мне? Спасибо большое, Глеб. К сожалению, наше время в эфире истекает. Поклон Северной столице. Спасибо за информацию, уважаемые зрители. Благодарю вас за внимание. Это был Глеб Ильинский из Северной столицы Завтра, в Санкт-Петербурге. Состоится чин великого освящения Крестово-Сдвиженского храма, или иначе еще этот храм называется «Спас на Каменке». Спасибо за внимание. Всего доброго.